Продолжение следует... 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 Общая инфраструктура, общее представление о продуктах, которые компания представляет на рынок. То есть, соответственно, мы видим, во-первых, десктопные телефоны, во-вторых, по цифре 2, специализированное оборудование, гостиниц, больниц и так далее. Ну, может быть, сюда же, кстати, телефоны для полуцентров без трубки я бы отнес. В-третьих, по цифре 3, это всевозможное оборудование, которое позволяет создать инфраструктуру для обеспечения безопасности наблюдения и мониторинга. То есть, это интеркомы, шлюз-контроллер ПА-2, колонки, о которых я говорил и так далее. Ну, и, соответственно, все это объединяет специальный специализированный софт от компании Fungle. Но, поскольку мы занимаемся только некоторыми продуктами всего этого разнообразия, конечно же, по цифре 3 все остается на своих местах. Полный спектр, полная линейка оборудования для безопасности мониторинга. По цифре 2 тоже все на своих местах. Полная линейка оборудования для гостиниц и другого специализированного оборудования. Но в качестве телефонов для офисов, обычных десктопных аппаратов, мы предлагаем оборудование E-Link. Как вы знаете, одно из основных направлений работы нашей компании, компания Epimatico. Ну, и все-таки картинку телефона Fanvil X210i на этом слайде я оставил, потому что тоже интересная модель и востребованная. Ее, конечно, без проблем можете также заказывать у нас. И вот во всем этом разнообразии, во всей этой инфраструктуре, что же именно нового сейчас в августе 2020 года появляется у Fanvil? Начнем с новых телефонов H-серии. Во-первых, это обновленные трубки H2, а именно H2U в двух вариантах цвета, белый и черный. И также белые модели телефонов H3 и H5. H3, H5 от своих предшественников, ну, так скажем, от тех моделей, с которыми вы уже знакомы, которые давно на рынке, черного цвета, функционально, технологически ничем не отличаются. Такие же прекрасные эти телефоны для отелей отличаются только цветом. Подробнее сначала поговорим именно как раз про эти модели H3 и H5. Между собой они, соответственно, отличаются наличием или отсутствием цветного экрана 3,5 дюйма. Ну, за счет этого, конечно, модель H5, она дороже. А H3 дает информацию и кастомизируется за счет физической замены вот этой передней фронтальной пластиковой панели. Если на счет, то, соответственно, у нас есть экран, в который можно занести нужную информацию на нужном языке. Каждая из этих моделей, как я уже сказал, бывает черная и теперь еще и белого цвета. Итого мы получаем уже 4 различные модели. В остальном все достаточно стандартно. Одна сип-линия, поддержка POE, конечно же, куда же без этого. Шесть программируемых клавиш, о которых вот как раз я уже сказал, если вы видите, выделили на экране, на которые можно занести нужные значения. Отдельное достоинство – это наличие с боку на корпусе, ну, вот можно увидеть также на картинках, USB-порта для зарядки, например, мобильных телефонов, что очень востребовано в гостиницах. Световой индикатор вызова, дополнительные функциональные клавиши, все, что нужно для комфортной связи постояльцев в отеле присутствует. По умолчанию эти модели поставляются с адаптером питания в комплекте, но если он не нужен, и заказчик хочет немного сэкономить и использовать технологию POE, пожалуйста, возможно, конечно же, поставка без блоков питания. С этим тоже проблем нет. И вот модель долгожданная, о которой, ну, чтобы не соврать, ну, наверное, уже года два периодически спрашивают, когда появится, когда появится. Вот она, H2U белого и черного цвета, две сеплинии, HD-звук, поддержка современных кодеков, 10 клавиш быстрого набора, ну, собственно, от единицы до нуля, это все программируется. Одна дополнительная программируемая DSS-клавиша, ну, по умолчанию, это некая клавиша SOS, ресепшн, вызов помощи, ну, может быть, там, служба спасения в каких-то случаях, в зависимости от сценария применения. Конечно, дополнительные функциональные клавиши тоже. На следующих слайдах чуть покрупнее будут картинки, все это рассмотрим. Трехсторонняя конференция, возможность создания. Естественно, варианты как настольной, так и настенной установки, ну, и даже чаще всего такие трубки устанавливаются именно на стенах, например, в ванных комнатах в отелях или в каких-то небольших отельных номерах, в больницах, да где угодно, на самом деле, где можно найти применение такие аппараты. Громкая связь, 100-мегабитный телефон, да, не гигабитный, но это в данном случае не нужно. Опять же, есть возможность подключения адаптера питания, но по умолчанию эти трубки поставляются без блоков питания, и чаще сценарий применения подобных устройств все-таки идет за счет питания по бою. Если надо, адаптер питания, конечно, можно бы купить отдельно или заказать партию, соответственно, с включенными в комплект, в этом тоже проблем нет. Вопрос в чате, почему белые аппараты H3, H5 дороже? Ну, на самом деле, и белый аппарат H2U тоже дороже, чем его черный аналог. Это действительно так, ну, технологический процесс производства приводит к тому, что действительно белые аппараты становятся дороже. Ну, к сожалению, всех тонкостей именно производства и ценообразования непосредственно на фабрике в Китае, не знаю. Ну, кстати, в чате у нас есть представитель компании Fanvil, может быть, если есть дополнительный ответ на этот вопрос, Григорий напишет в чате. Ну, вот, да, ситуация такая, что все три белых аппарата дороже по сравнению со своими черными аналогами. В чем же отличие H2U, нового аппарата, от своего предшественника H2S? Можно, конечно, найти ряд технологических преимуществ, таких как наличие двух сип-линий вместо одной ранее, HD-звук с поддержкой современных кодеков, 10 клавиш быстрого набора, ну и, соответственно, вот на трубке есть возможность, так скажем, кастомизация, то есть занесение информации об этих клавишах, возможность создания трехсторонней конференции и обновленный внешний динамик, который позволяет комфортно работать в режиме громкой связи. Это все хорошо, но на самом деле самое главное, наверное, о чем нужно сказать, это современный, очень такой красивый и приятный, как на ощупь дизайн трубки, именно то, как она выглядит, как она ощущается на ощупь. Она стала более компактной, более эргономичной, ну и более симпатичной во всех отношениях. Это вот, наверное, основное, что выделяет H2U по сравнению с H2S. Мы, как поставщики, тоже крайне рады, что эта модель появилась, потому что действительно, ну в целом не секрет, раньше часто слышали комментарии, что трубка H2S хороша всем, но вот внешне многим заказчикам не нравится. Теперь таких вопросов больше не будет, H2U по своему дизайну действительно, если не идеально, то, как минимум, очень и очень хороша. Продолжим говорить о ключевых преимуществах H2U. Да, в чате Григорий нам пишет в продолжении разговора о разнице в цене. Немножко вернемся на одну мысль назад и потом продолжим по слайдам. Думаю, дело в популярности. Черные берут чаще, его производство больше, соответственно себестоимость ниже. Скорее всего, с этим действительно поспорить трудно. Ну и действительно, вы можете знать и видеть, что телефоны различных цветов, ну например, не только у фанвила, у различных производителей, но например, вот даже в нашей линейке X5U красного цвета стоит дороже, чем X5U обычный. Ну потому что действительно, наверное, количество производимых телефонов красных, там даже на два, может быть и на три порядка отличается от обычных X5U, ну так в качестве небольшого лирического отступления. Вернемся к ключевым преимуществам трубки. Первый элегантный дизайн, куда же без этого? Вот здесь на картинке крупнее может быть видно, и то, как он лежит в руке. По пунктам в целом мы про это уже проговорили, повторяться несколько раз по одним и тем же пунктам не буду, но вот еще добавлю здесь про четвертый пункт этого слайда, заявленная производителем высокая допустимая относительная влажность. 190 процентов, это классно, и действительно подтверждает то, что трубку можно и нужно использовать в ванных комнатах, в отелях, ну и может быть, например, в саунах, я не знаю, тренажерных залах, в каких-то таких помещениях, где может быть высокая влажность. Также еще другие картинки можете рассмотреть со всех сторон. Действительно, этот новый дизайн и внешний вид трубки, ее эргономичность позволяют управлять трубкой одной рукой. Как смартфонам очень удобно, к сожалению, у меня сейчас нет под рукой самой этой трубки, чтобы показать вживую, но вы можете ее взять, потестировать или купить, это все возможно, и попробовать самим. Ну и за счет своей компактности, конечно, это еще плюс экономия рабочего места, действительно ее удобно где-то повесить, сбоку поставить, так чтобы она не мешалась. В каких-то стесненных условиях это может быть крайне важно. Говоря про работу одной рукой, да или двумя, на самом деле, смотря сколько свободных рук есть у человека в конкретный момент, вот покрупнее, собственно, видим 10 клавиш быстрого набора, на которые могут быть нанесены нужные значения. До каждой из них удобно дотянуться, в том числе просто большим пальцем. Одна программируемая клавиша, например, для вызова экстренной помощи, ну или, как предлагается в сценарии на слайде, для открытия двери, если кто-то позвонил, например, к домофону с обратной стороны. Также вот можете видеть на слайде клавиши Mute, которая имеет дополнительную световую индексацию. То есть вот эта красная небольшая полоска на клавище Mute, это не дизайн, не какая-то черта на картинке, и это именно на самой трубке есть, соответственно, эта лампочка. И внешне также мы видим двухцветный индикатор, зеленый-красный цвет на самой трубке, и, опять же, динамик громкой связи, для того, чтобы можно было по громкой связи разговаривать, если нужно. Ну вот вы видите, что кнопка, соответственно, приема и отбоя звонка находятся на самой трубке, то есть не на базе, а именно на самой трубке. Поэтому не получится принять входящий звонок, оставив трубку на своем месте. Получается, что нужно ее в любом случае снять, ну, например, положить рядом, и можно уже разговаривать с помощью внешнего динамика. HD-звук при этом работает как при разговоре через динамик на трубке, так и через внешнюю громкую связь, плюс есть функция эхо-подавления, так что у вас в любом случае будет хорошо слышно, даже в каких-то шумных помещениях. Возвращаясь к теме сферы гостеприимства, к отелям, может быть, где-то в барах, в ресторанах, на ресепшене, где часто бывает тоже громко, этот вопрос в целом снимается. Ну и также поддержка функции СИП-хотспот, это тоже необходимо упомянуть. Например, в тех же отельных номерах, если они многокомнатные, стоит несколько трубок, да даже в однокомнатном, если на прикроватной кундочке стоит телефон, например, H3, а в ванной H2, они будут звонить одновременно, чтобы постоялец лучше слышал и мог принять подходящий вызов. Некоторые сценарии использования этой трубки. В принципе, некоторые сценарии понятны, мы про них уже сказали. В первую очередь, конечно же, гостиницы. Дизайн подходит для отелей любого типа, даже 5 звезд, почему нет. Идеально вписывается в ванные комнаты, но при этом цена вполне бюджетная, так что можно продавать в отеле самых разных сегментов. Второй, достаточно понятный, ну и, наверное, привычный сценарий использования, это коридоры. Часто в больницах и в общежитиях бывают такие длинные коридоры. Ну и еще в больницах мы, наверное, из всевозможных сериалов, начиная со скорой помощи и так далее, можем помнить вот эти картинки, что действительно везде висят какие-то трубки, переговорные устройства, для того, чтобы можно было быстро связаться с коллегами. Это все действительно нужно, и при этом трубка компактная, не занимает много места, висит на стене, никому не мешается. Такой слоган правильный от Fanville, даже на этом слайде, действительно экономим время, сохраняем жизнь. Это то, чем современная связь может помочь, в том числе и в больницах. Сенарий использования в многоквартирных домах, действительно куда без этого. Мы на самом деле на сайте у нас про это подробно писали, и даже есть специальный лифлет на эту тему, если что, можем выслать и в электронном виде, и в печатном тоже поделиться всеми материалами. Вы, пожалуйста, обращайтесь. Здесь я сейчас тоже в чат отдельно напишу свою почту, если захотите задать какие-то вопросы, или в том числе просто запросить материалы. Если, опять же, вы смотрите нас на Ютубе, просто напишите снизу вопрос, мы прочнем и обязательно ответим. Так вот, сценарий использования на квартирных домах в целом достаточно понятен. Стоит SIP-домофон от FANWILL внутреннего исполнения или внешнего защищенного с камеры, без камеры. Здесь уже детали, есть различные вариации, смотря что кому нужно, что нужно какому конкретному жильцу. Но внутри квартиры можно использовать те же самые трубки от FANWILL, чтобы, соответственно, поднять, поговорить, ответить, открыть дверь. Даже если стоит видеодомофон на входе в подъезд, далеко не все жильцы захотят себе ставить видеоответное устройство в квартире. Многим это просто не нужно. И непонятно зачем. Им достаточно того, чтобы поговорить по телефону, как мы привыкли, как некое такое традиционное использование домофона, и, соответственно, открыть дверь. При этом для управляющей компании это не является какими-то большими затратами, даже если, например, в подъезде условно на 100 квартир, только 20% в 20 квартир согласятся ставить себе именно видеоответное устройство, но все равно при входе в подъезд разница в стоимости видео или аналогичного домофона без поддержки видео такая получается копеечная, что по большому счету никто этого даже не заметит. Так что каких-то проблем здесь нет. Но как один из понятных сценариев использования трубки H2U, вот он перед вами, ну и не только, на самом деле, на квартирных домах, в каких-то персональных живищах, таунхаусах, да или просто даже перед входом наличной клетки или конкретно вашей квартиры все точно так же можно использовать. Собственного мобильного приложения для этих целей у нас нет, но можно использовать сторонние приложения, здесь тоже проблем с этим нет. одна, может быть, не столь очевидная сфера применения этих трубок стойки регистрации в аэропорту. Мы, наверное, привыкли, если вспомнить опыт полетов, что чаще стоят десктопные телефоны, но действительно на таких стойках бывает, что места мало, они какой-то такой формы, что не очень удобно поставить телефон, много всяких вещей лежит, поэтому действительно компактная трубка H2U в этом случае тоже может пригодиться. Ну и опять же, к разговору о шумных пространствах световой индикатор вызова поможет не пропустить входящий звонок. Опять же, стойки в кафе или в супермаркетах, кассовое пространство, где может быть мало места или места каких-то там дежурных, например, даже охранников, здесь тоже трубка H2U найдет свое применение за счет все тех же преимуществ, компактности, и светового индикатора. Немножко поговорим про конкурентов. Сразу скажу, что если кто-то хочет получить подробные таблицы сравнения, пожалуйста, обращайтесь, лично вопрос решим. Здесь несколько общих слов для понимания вообще ситуации. В первую очередь хочется напомнить, рассказать, мы про это говорили в специализированных вебинарах, посвященном именно отельной телефонии, но вот здесь повторюсь, раз уж мы больше всего говорим именно про трубку H2U, что вообще является конкурентами отельных IP-телефонов. Ну, в первую очередь, это всевозможные аналоговые телефоны. По разным оценкам от 90 до 95% гостиниц ставят себе аналоговые телефоны, так что здесь есть некая такая технологическая конкуренция вообще. Те же гостиницы, которые ставят себе IP-телефонию, часто нам приходят запросы, дайте не специализированный отельный телефон, какой угодно, но самый дешевый. Например, такие модели, как E-Link D19, Fanvil X1 здесь могут быть популярны, и другие самые дешевые модели в линейках различных производителей. Это тоже есть такая тенденция, что часто по бюджетам не хотят отели ставить, именно отельный телефон, а просто дайте самое дешевое, что есть. В этом плане, кстати, трубки такие, как H2U, они конкурентоспособны, ну, действительно, они дешевле, чем, например, H3. Часто из отелей приходят запросы на DECT-телефоны, DECT-IP-телефоны, при том, опять же, различных производителей в разном исполнении, но принципиально именно наличие DECT-моделей. Это может быть связано в том числе с тем, что если номер многокомнатный, то по стандартам классификации отель должен поставить по телефону в каждую комнату или поставить один переносной DECT-телефон, что получается выгоднее и лучше, в этом случае понятно, то есть, если это принципиальная как бы позиция гостиницы, им нужно именно так, но здесь уже не уговорись на трубки типа H2U или H3, H5, какие бы они прекрасные не были, ну, можно предлагать, опять же, эффект решения, например, от E-Link или GIGASET, тут уж на ваше усмотрение. Кстати, похожая ситуация может быть с Wi-Fi-ными телефоном, то есть, может быть, запросы от отеля, что все понимаем, но нам нужен телефон с подключением через Wi-Fi. Ну, как бы, что здесь уже ничего не поделать, если это строгое, строгое требование отеля. В сетевых отелях, международных сетях, у которых есть свои прописанные международные стандарты, которые используют такие бренды, как Maita, Laval, например, Snow или Cisco, ну, конечно, там тоже уже перебороть это практически невозможно в каком-то конкретном объекте в России, так что такие конкуренты у нас есть, ну и, собственно, уже в оставшейся нише непосредственно те, с кем конкурируют устройства, о которых мы говорили выше, такие производители, как Beetle, Scent, вот, если кто-то захочет подробнее про это поговорить, нужны будут какие-то конкретные, нужна будет конкретика, обращать, в принципе, информацию, информацию можем поделиться. Но, как еще один конкурент, можно так сказать, трубки под брендом IP-MATIC, PH658N, тоже двух цветов, белая и черная, которые, соответственно, мы тоже раньше поставляли, и они есть еще до сих пор на нашем складе. Можете на нашем сайте подробно изучить эти сравнения, есть кнопка «Сравнить» две, по сути, модели, это все работает, и посмотреть их разницу. Тут каких-то особенных технологических преимуществ или недостатков одной или другой модели найти трудно. Все, понятное дело, простые IP-трубки, которые работают, то есть что-то здесь выдумать сложно. Ну, может быть, каких-то там совсем относительно глубоких различиях, вроде поддержки кодека Opus, конечно, это преимущество от Funvel, с этим спорить тоже нельзя. Но основное, пожалуй, преимущество от Funvel, это, ну, конечно, современный клевый дизайн и подтвержденная совместимость со всеми производителями коммуникационных платформ IP-ATS. Это важно, потому что бывают действительно проекты, куда трубки под брендом IP-MATIC не подходят, у Funvel таких проблем нет, можно ставить, по сути, ну, в любой отельный проект, предлагать, и все будет замечательно работать. При этом по цене трубки от Funvel немного дороже, если вы видите на слайде, ну, или можете, опять же, на нашем сайте посмотреть, информация открыта, вторая строчка снизу рекомендованы розничные цены, действительно мы видим, что черная трубка от Funvel немного дороже трубки IP-MATIC, у которых нет различий в цене по цвету, а белые, ну, уже заметно дороже, но тоже не критично. Ну, при этом, так, аккуратно скажем, что партнерские условия на трубке Funvel очень и очень хорошие, и в чем-то даже лучше, чем при работе с трубками IP-MATIC, так что под ваши проекты, если будет проблема, например, для заказчика только в этой разнице в 100 рублей относительно трубок IP-MATIC вдруг, это, конечно, все решаемо, под проекты всегда можно поговорить, каких-то нужных условий добиться и помочь вам, нашим партнерам. Это все реально. Ну, и про отельные телефоны в целом мы закончили, но, конечно, про другие новинки, которые сейчас тоже нельзя не поговорить. во-первых, это модель домофона IDCD. Мы ее анонсировали еще в прошлом году, в целом про нее рассказывали, это не какой-то секрет, она была известна и на сайте Fanville тоже, но не поставляли, не продавали, вот, наконец-то, она появилась на складе, извиняюсь, в ближайшее время появится на складе, но если вы смотрите меня в записи, то уже появилась, можете использовать ее в своих проектах. Отличается она от модели i10 тем, что у нее две кнопки, то есть по умолчанию подразумевается, что одна кнопка это принять или совершить вызов, вторая открыть дверь. Ну, трубочка и ключик в дизайне этих кнопок как раз на этот также и намекают. Соответственно, это устройство удобно использовать как ответное устройство внутри, например, квартиры, внутри гостиничного номера. Опять же, сценарии здесь могут быть разные, но в самом простом понятном сценарии, например, i10 с одной кнопкой стоит снаружи, i10 D, соответственно, внутри. Кто-то подошел снаружи, нажал на кнопку, позвонил, вы, соответственно, ответили, поговорили, открыли дверь, если нужно. Также в линейке устройств i10 есть еще видеодомофон i10V с одной кнопкой, его тоже также можно поставить снаружи, он будет передача видеоизображения, но в этом случае нам нужно какое-то видеоответное устройство внутри, например, SIP-телефон Fanvil X210i или какой-нибудь другой, чтобы также принимать картинку. В остальном по функционалу, по качеству i10D такой же замечательный, как и уже знакомый и достаточно популярный на рынке i10, i10V, также наличие двух сеплений, реле и возможности управления дверьми, ну, не всегда это, понятное дело, нужно, когда устройство стоит внутри как ответное, но функционал есть, так что сценарии могут быть самые разные, ну, и внешне, и на ощупь. Устройство также приятное, очень приятный пластик, в принципе, даже в руках держать приятно. Он достаточно компактный, все подробные характеристики, размеры, конечно, всегда можете посмотреть у нас на сайте, это тоже не секрет. И еще одна новинка PA2Kit NC. NC это значит ноу-камера, это комплект аксессуаров к шлюзу-контроллеру PA2. Вы тоже можете знать, мы уже достаточно давно поставляем комплект PA2Kit, в который входило четыре устройства, спикер, микрофон, кнопка с LED-индикатором и IP-камера. Но по факту эта камера не всегда нужна заказчикам, в некоторых проектах она оказывается бесполезной. Особенно учитывая то, что шлюз-контроллер PA2 может также принимать сигнал от аналоговых камер, часто заказчикам это не нужно, и в таких проектах можно соответственно приобрести PA2Kit NC без камеры, розничная цена на которой составляет примерно 50% от стоимости PA2Kit. То есть за счет отсутствия этой камеры экономят для заказчиков в два раза, что удобно и приятно. Также мы ожидаем пополнения среди врезных домофонов от Funville. Часто бывают запросы именно на врезные устройства, и заказчики и партнеры смотрят разные варианты. Мы про это тоже писали отдельную статью, если интересно спрашивать, я ссылку конечно же пришлю, но про это подробнее чуть позже объявим и конкретно расскажем, какие такие новые возможности для врезных устройств присутствуют, потому что действительно такие задачи стоят часто, когда нужно спрятать домофон или переговорное устройство внутрь стены или корпуса лифта, например, в медицинских учреждениях часто такое тоже требуется, так что если будут вопросы, прощайтесь, ну и в следующий раз и в следующих вебинарах в наших новостях, конечно, про это тоже будем подробно рассказывать. Также не могу ни рассказать, ни показать о новых ответных устройствах для вызывных панелей от Funville, а мы их пока не поставляем, их еще нет на рынке, но скоро будут, поэтому можем разогреть ваш интерес, показать, как это будет выглядеть, что они себе будут представлять. Мы ожидаем три модели с LCD-экраном 4,3 дюйма, с LCD-экраном 7 дюймов и с сенсорным экраном 10 дюймов. Ну и, соответственно, старшая модель также уже будет по умолчанию поддерживать Wi-Fi и Bluetooth и высокое качество видео. Пока что по ценам и каким-то подробностям не могу и не буду подробно рассказывать, но если у вас есть желание, интерес, обращайтесь, как только появится информация, все подробно расскажем, можно будет также их потестировать, ну, собственно, все как всегда при выходе новых моделей. Надеюсь, что немножко ваш интерес на будущее удалось разогреть и эти устройства также будут вам полезными. Ждем, обязательно на рынке скоро появятся. Немножко про коммерческие условия поставок этих продуктов. Специальные условия, ну, вообще, зарегистрировать проект по отельным телефонам, по IP-домофонам можно от 5000 долларов в розничных ценах на устройство, начинающееся с букв X, куда входит TX-210A, X5U красный и телефоны для колл-центров, ну, и вообще все дискотопные телефоны Fandil в условии от 10000 долларов в розницу. Конкретно по новинкам, это все, естественно, тоже относится к новинкам, но конкретно вот о том, о чем мы говорили последние 30 минут, мы к 10 сентября 2020 года ожидаем транзит на нашем складе и можно будет взять на тест и приобрести, конечно же, по сути, в достаточно больших количествах любые проекты все эти устройства, на них, естественно, есть вся необходимая документация, сертификация, нотификации, и также инструкции, гарантийные талоны, все это кастомизировано, пожалуйста, с этим никаких проблем не будет, то есть, как и всегда, абсолютно белый ВОЗ по всем правилам. Партнерские условия, мы высылаем по запросу, обращайтесь с вашими запросами, с вашими проектами, все расскажем, покажем, ну и, соответственно, предоставим партнерские скидки, тут тоже никаких подводных камней нет. И в сентябре также к приходу товара постараемся и запустим какую-нибудь интересную акцию, следите за нашими новостями, будут еще более интересные предложения. Пока на этом все, ну, собственно, вот, ровно в 40 минут, как обещали, вебинар уложился, как раз у нас осталось 5 минут, чтобы, может быть, ответить на какие-то ваши вопросы, если они у вас есть сейчас в прямом эфире. Пожалуйста, если хотите, пишите в чат, при желании можем дать вам даже слово, включить вам камеру, микрофон, если хотите поговорить живое, это все платформа 3CX позволяет, на которой мы сейчас общаемся. Вопрос да, в почту, конечно же, отвечу. Друзья, да, ну, наверное, всем спасибо, если что, пишите, звоните, всегда рады, всем поможем. Отдельное спасибо тем, кто дослушал до конца вебинар на Ютубе. До свидания.